Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александра Гамоля. Добрый день. Первый миллион тонн сбожья намолоченный в Беларуси. Наш регион является лидером Жнева. Собрано больше, как 380 тысяч тонн сбожья нового урожая. Работы завершены на 37% площадь. Безумовно лидер уборочной кампании в регионе Сёли-Тарешевский район. Тут убрали уже 60% от плана. Намолочено больше, как 56 тысяч тонн сбожья. На экваторе Жнева, господарки Хонницкого и Мазирского районов. В среднем регионе с одного гектара Сёли-Та убирают 30 центнеров, что на 5 центнеров большим у минулого года. У Беларуси протягивается кампания по выборах депутатов Палаты представников национального схода. Завершилось вылучение кандидатуры в склад участковых выборчих комиссий. У их складе может быть от 5 до 19 человек. Утворены комиссии повинны быть не позднее 27 липеня. Межтым протягивается вылучение кандидата у депутаты. Этот этап выборчей кампании протягнется до 1-го жюня. Нагадаем, выборы в Палату представникова отбудутся 11-го вересня. Протягиваем выпуск. Уступная кампания выходит на финишную промую. Уже завершенный прием документов на бюджет. При этом у двух ВНУ Гомельщины застаются вакантные места. Добор на их пошнется с завтрашнего дня и завершится 28 липеня. Так, претендентов на пошнее бюджетное место ждут в Мазырском Державном Педагогичном Университете имя Ивана Шамякина и Гомельском Державном Университете имя Франциска Скарыны. У Мазырской ВНУ засталось 11 месяцев на дзенной форме навучания специальности математика-информатика и 8 месяцев на заводченном отделении специальности профессийное навучание и уголение машинобудования. У Гомельским Державном Университете имя Франциска Скарыны засталось одно свободное бюджетное место на заводченную форму навучания по специальности лесная господарка. У остальных ВНУ в области все бюджетные места заполнены. И уже зараз прикладно ведомый середний конкурс по всех установах, юн складая 3 человека на место. Самой же популярной все лето стала специальность правознавства в Гомельском Державном Университете имя Франциска Скарыны. На дзенном отделении конкурс складывал 20 человек на место. Тут же был зафиксованный самый великий проходный балл – 363. Нагадаем, что зараз проходит прием документов на навучание на умовах оплаты. Ен протягнется до 1-го жнивня. Неполнолетние абитуриенты повинны подавать документы разом с батьками. Дарыш, все лето на один день повеличены термины за лечение на платной основе для грамадян Беларуси. С другого по 4-е жнивня. Это даст макшимость ВНУ больш якосно провести работу по заключении с абитуриентами договоров на навучание. Сегодня в Беларуси означается День пожарной службы. История гэтой структуры в нашем регионе наличвая маль 120 годов. Зараз Гомельское областное управление по надзвучайных ситуациях з'является одним из самых буйных гарнизонов Украины. Як по колькости супрацовников, так и по оснащенне техникой. Его коллективу сдольны выконовать увесь спектр аварийно-вартовальных работ. Гэта ликвидация пожаров, вартование потерпелых, разбор завалов, нейтрализация отрудных речевого и шмат иншага. По снижению колькости надзвучайных ситуаций и гибели на их людей Гомельское подразделение сегодня займает другое место после Минска. Спасибо всем субъектам профилактики, органам власти за то, что помогаете нам в нашем нелегком деле. И хотелось бы сказать спасибо всем нашим работникам, наших органов и подразделениям по чрезвычайным ситуациям за их нелегкий труд. На нашей работе может быть человек только работать преданно своему делу. И я горжусь, что мне довелось возглавить и возглавлять наше областное управление и органы подразделения по чрезвычайным ситуациям. С праздником вас! С на годы святкования Дня пожарной службы на площади Каля-Ледового палаца огнеборцы провели парад техники и показальные выступления лепших супрацовников. Для жихаров и гостей Гомеля была организована насыщенная забавляльная программа. Все жадающие смогли ознайомиться с техникой и амуницией, які знаходятся у арсенале областного управления МНС. Так само присутные ознайомились с дейностью кинологичной службы, убачили выступления вратовальников-вышинников и взвода гоноровой варты Гомельского инженерного института МНС. Дети отрымали макшимость на некольких вели на чуть себе вратовальниками, примерить специальную форму и посидеть за штурвалом пожарной машины, альбо позмогаться с умовным пожаром. Областная держава-инспекция сегодня распочала проведение акции «Зраби поезд к клубе спечной». До конца тыдня инспекторы узмостить контроль за правилами перевозки неполнолетних. Дмитрий Котов с подробязностями. Проведение специальной акции ДАИ выкликано ростом детячего травматизма на дорогах. За первое полгода больше за 20 неполнолетних отрымали пошкоджение и один загинул. Больших половых выпадков отбылась по причине грибования правилами перевозки детей. До конца тыдня инспекторы будут проводить специальные рейдовые мероприемства. Усе выявленные порушальники будут притягнуты до администрационной отказности. Ясший один накерунок профилактичной работы ДАИ – открытие профильного межрайонного лагера на базе средней школы номер 21 города Гомеля. Мне здесь очень нравится, потому что много встреч, много новых друзей, очень интересно. Нас много возят по разным конкурсам, очень много интересного. Мы ходим на разные мероприятия, участвуем в ЮИДе, ездим в лицей, МЧС, мероприятия разные проводят. Организаторы обязают суммовать, а ребятам не придется. На протягу 18 дней працы лагера их шакает шмат интересного. Разностайные викторинные конкурсы в первую чергу накераванные на отримание ведов по правилах дорожного руху. Что интересно, кроме инспекторов, научить у дельников лагера будут и те, кто им принимает удел неупершенню. Безопасность детей на дорогах – это не очень актуальная тема. Мы видим детей, которые могут перебегать улицу, не знают правил дорожного движения. Если взрослый человек им будет говорить нельзя, наверное, не всегда это дойдет до ребенка. А когда равный обучает равного, объясняет, как можно делать, что нельзя делать, это всегда более доходчиво. Инспекторы ДАИ проведут занятки по правильной язде на велосипеде и фигурным вадженни. Так сама ребят чекают экскурсии у лицей МНС и музеи областного центра. Дмитрий Котов, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Глядите сегодня черговый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-Шатыры». У гостя до вечернего шоу завитая молоды, але уже довольно вядомый артист разговорного жанра – гуморыст Денис Липень. Творческий шлях яго починался с молодежного театра эстрады. Зараз он изначальвая свой гуморыстичный театр у Минска. А кроме этого, заявляется удельником шматликих телевизийных проектов, таких как «Великая розница» и «Аншлаг». Подчас размовы у студии «Доброго вечера» артист Денис Липень расскажет, кто и в яким узросте зауважил яго актерские таленты, на кого и он зарабил свою первую породу. Так сама говорка подзе про то, как створаются монологи и нараджаются сценичные вобразы. Разом с артистом Денисом Липенем в программе «Прайми удел» яго жонка, спевашка и ведущая Элли. Нагадаем эфир программы «Добрый вечер», Гомель глядите сегодня в 19.30 на телеканале «Беларусь-Шатыра». И об спорте завершился первый круг чемпионата Беларуси по футболе у первой лизе. У 13-м туре Гомель у гостях нанес буйное поражение Ашмянам 5-0. Сцентлогорский химик так сама на выезде разошелся миром зоршей 1-1. Тым часом Гомель жил дар транс на домашнем поле, примав футболистов лиды. Гомельчане вышли на гульну, якости фаворитов с устречей и недивно. Подопечные Паула Крэччина тримаются в топе турнирной таблицы. Тогда яку лиды, справа идут куды горш. 11-е место. И уже на 6-й хвилине матчу Гомель жил дар транс и доказал свою перевагу. Архипца ускористался помылкой галкипера гостей и открыл лик. Господары протягнули атаковать, однако оборона гостей трималась надзейно. В первом тайме глядачы голову больше не увидели. И только на 70-й хвилине Шрейтер уреште с доли уподвоить лик. Прозвезд 6-9 хвилин гости отквитали один мяч, а на этом и все. 2-1 Гомель жил дар транс, перемогая и вертая с обе третера док турнирной таблицы. Хотелось поблагодарить ребят и за игру, и за победу, которая достигнута была в тяжелой борьбе. Хорошо, что реализовали два из многочисленных моментов, которые были, я думаю, держали заслуженную победу. Лида всегда славилась бойцовским характером, несмотря на какие обстоятельства. И сегодня они тоже боролись до конца. Но нам повезло чуть-чуть больше, чем им. В целом, я скажу так, строили игру от обороны. Решили отдать инициативу сопернику, играть на контратаках. И соперник, можно сказать, контролировал больше мяч. Хотя, если так разобраться, у нас уже были моменты. Я скажу, игра должна была быть ничейной, можно так сказать. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tsvrgomel.by. На этом выпуске завершенный. В студии працевал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин